Дмитровский участок С федеральными и региональными дорогами планируется с вооружением многоуровневых транспортных развязок. Основное назначение ЦКАДа это разгрузить федеральные трассы Московское Малое Кольцо А107 и МКАД. ЦКАД-3 начинается от пересечения со строящейся скоростной автомобильной дорогой М11 Москва-Санкт-Петербург, а заканчивается на пересечении с автомобильной дорогой М7 Волга. Самым крупным и сложным искусственным сооружением дороги станет мост через канал имени Москвы. Он будет иметь протяженность полтора километра. Проект реализуется в соответствии с консессионным соглашением, подписанным госкомпанией «Российские автомобильные дороги» и специальной проектной компанией, учрежденной фирмой ДСК «Автобан». ЦКАД-3 прокладывают в основном в обход населенных пунктов и делают максимально широкой. Общая стоимость строительства в рамках концессионного соглашения 75,5 миллиардов рублей. Государственное финансирование составляет около 57%. Строительство ЦКАДа разделили на пять пусковых комплексов, на трех из которых сейчас ведутся строительные работы. Основное назначение ЦКАДа – перераспределение транспортного потока автотранспорта Московского региона. Общая протяженность всего ЦКАДа – 525 километров. Вся территория ЦКАДа, кроме небольших участков, будет представлять из себя платную автомагистраль. С отбойным ограждением по центру и расчетной скоростью движения 150 километров в час. Начало строительства было запланировано на 2011 год, но по факту строительные работы начались в 2016. Окончание строительства Дмитровского участка намечено на 2019 год. Предполагаемые сроки полного завершения строительства ЦКАД – 2022 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...